Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока «Тип пункта меню – контакты». В прошлом видео мы с вами познакомились вообще, как работает меню в Joomla, как можно менять пункт меню на разные ссылки, на список материалов, на категории и так далее. И вывели несколько пунктов меню, связанных с материалами. В этом видео продолжаем работать с пунктами меню. А у нас на очереди контакты. Дело в том, что если мы с вами создадим, откроем, точнее, окно при создании выбора типа, то у нас первое, вот он, идет «Контакты» и разные варианты. И в Joomla устроено так, что страница контактов, если мы создадим, ничего нам не покажет, если мы не создадим предварительно сначала сами контакты. За это в Joomla отвечают компоненты. Если мы развернем список, доступны в Joomla 4 встроенные компоненты у нас баннеры, контакты, ленты новостей, теги, умный поиск. Потихоньку доберемся до всего. Поэтому нужно сначала здесь, в компонентах, создать контакты, а потом вывести их на сайт, на фронтальной части сайта через пункты меню. Поэтому эти уроки будут связаны, это будем делать в одном видео. Но прежде чем мы приступим к теме урока, небольшая отсылка к прошлому видео, кто смотрел по поводу вот как раз-таки создания пунктов меню, связанных с материалами. Все-таки хотелось там добавить еще несколько слов, которые в то видео не вошли. Когда мы выводили с вами добавить материал пользователям на сайт, что дальше происходит, помимо того, что статья попадает, например, в соответствующую категорию? Во-первых, вот здесь вот сообщение, мы с вами тоже это ранее проходили, личное сообщение. Вы, как администратор, зайдя в админку, вы увидите здесь какое-то новое сообщение. Перейдя сюда, вы увидите, что Вася добавил статью на сайт. А это говорит о том, что, скорее всего, на почту вам, как администратору сайта Joomla, отправить тоже уведомление, ваш сотрудник или ваш человек добавил новость на сайт. К сожалению, на этом сайте посмотреть не могу, потому что на данном сайте мы работаем на open-server, на локальном компьютере. Здесь локальный компьютер у меня письма не отправляет. Но, скорее всего, письма будут доходить. И еще одна отсылочка по поводу шаблонов. Я обещал показать, поэтому давайте я покажу по поводу стиля шаблона. Смотрите, вы можете, допустим, вы используете тоже шаблон Casio Pio по умолчанию. Вы же можете сделать дубликат шаблонов. Сейчас покажу вообще, что я хочу до вас донести. Заходим. Вот он, дефолт. Это у нас копия, потому что видим, звездочка горит напротив нашего шаблона. Этот шаблон по умолчанию. Переходим в настройки. Чтобы просто мы видели разницу, здесь цвет шаблона мы поменяем. Сохранить, закрыть. Но, кстати, заголовок вот этот тоже можете поменять. Но он называется Default 2. Понятно, что это второй шаблон. Теперь, если мы посмотрим на главную страницу, видим дизайн синий. Давайте к статьям поменяем шаблон. Сейчас шаблон здесь такой же, вы видите. Тоже синий шапка. Для этого, что мы делаем, переходим в меню, пункты меню, статьи. Это, к примеру, вы можете к любому пункту меню. И вот здесь, стиль шаблона, теперь у нас появился, видите, Default 2. То есть, я назначаю второй шаблон для этой страницы. Сохранить. Теперь смотрим. Главная страница. Вы видите шаблон по умолчанию. А статьи, дизайн другой. Потому что вы видите красная шапка, кнопка красная. То есть, совсем другой, по сути, шаблон. Это говорит о том, что вы можете установить любой другой шаблон, купить шаблон и назначить его на разных пунктах. Вот такая вот замечательная опция есть в Joomla. Но она есть и в третьей версии. В четвертой версии она тоже перекочевала. Теперь возвращаемся к теме урока. Контакты. Первое, что мы делаем, мы здесь в админке должны перейти к компоненты. Контакты. И здесь сразу переходим в категории. Если вы добавляете один контакт, одного человека, то вам, по сути, категории будут не нужны. Но одна нужна все-таки будет. Ее надо хотя бы переименовать. Вот у нас есть по умолчанию. Ее можно либо удалить. Но мне кажется, быстрее ее переименовать. Просто название поменять. Например, это группа администратор. Я альяс удаляю, чтобы он тоже поменялся. Удаляю заголовок и пишу свой заголовок. Даже напишу администратора. Пускай будет группа администратора. Сохранить. Как только сохраняю, как я и ранее говорил, автоматически альяс прописывается латинскими буквами от нашего заголовка. Заодно пробежимся по настройкам, хотя здесь ничего нет такого, что, по сути, можно даже не заполнять. Но если нужно для категории, здесь можете заполнить описание. Родителей есть или нет, но, скорее всего, какой тут родитель, это, представьте, это должна быть целая группа контактов, чтобы здесь еще родителей добавлять. Должен быть большой какой-то мегапортал с большим количеством сотрудников. Тогда, да, Джумла здесь справится со всеми моментами. Состояние тут опубликовано. Все, здесь больше ничего делать не надо. Есть также даже кнопка версия, как со статьями с вами проходили. Здесь аналогично это работает. А на следующей вкладке параметры, макет. Здесь тоже, по сути, ничего не делаем. Изображение, если что, добавим. Сейчас посмотрим, как контакты будут выводиться. Если что, здесь можно добавить изображение. Но мы и так добавим изображение в сам контакт. Например, фотография того человека, к кому можно обратиться через этот контакт. Также можно добавить даже описание для поисковых систем. По сути, здесь все. Просто переименовали название, чтобы оно нормально смотрелось, а не без категории. Теперь у нас нормальный презентабельный вид категории администратора. Теперь переходим к самим контактам. Создаем первый контакт. Здесь нам Джума пишет, что компонент предназначен для формы обратной связи или создания каталога сотрудников. Давайте первый контакт создадим. Первое. Пишу имя. Федор Васильев Александрович. Пишу себя. Пользователь. Здесь, смотрите, обязательно нужно выбрать пользователя. То есть, зарегистрировано на сайте. В данном случае вы себя, если добавляете, вы, естественно, здесь есть. Если вы добавляете какого-то нового человека, то его желательно зарегистрировать сначала. В пользователе, да, или чтобы он сам зарегистрировался на сайте, а потом его добавить уже здесь через контакты. Изображение. Давайте я выберу свое изображение. Выбираю какое-то свое изображение, загружаю с компьютера. Выделяю здесь выбрать. Изображение выбрали. И дальше, смотрите, вот здесь наши, по сути, три колонки здесь. Вот раз, два, три, да. Здесь вы просто заполняете те поля, которые вы хотите отображать на сайте. Итак, я заполнил те поля, которые для меня интересны. Должность, администратор, email, адрес, город, область, индекс, страну. Здесь тоже заполняете, на самом деле, те поля, которые вас интересуют. Телефон, сайт. Первое поле для сортировки. Здесь стоит немного объяснить. Это имя для использования в качестве первого поля сортировки. Опять же, что за имя и что за сортировка. Мы можем сначала, наверное, вывести контакты, а потом посмотрим. И здесь еще есть второе имя и третье имя. Пока оставляю пустым. Здесь состояние опубликовано, категория у нас. Мы с вами только что назначили администратора. Оно тут и выбрано. Контакт тоже можно сделать избранным. Что-то похожее, как мы делали избранные статьи в прошлом видео. Пока оставим, давайте так. Публичный доступ. Теги можете добавить, можете не добавлять. Я добавил два тега. Администратор и Федор. Сохранил. Давайте сразу посмотрим следующие вкладки. Дополнительное описание можно добавить здесь. Я добавляю здесь текст дополнительный для себя. Далее отображение. Здесь, чтобы вы понимали, из предыдущего урока аналогия одна и та же. Для конкретного контакта, то есть для себя, здесь я решаю, что отображать. Мы сюда сейчас вернемся, когда уже будем наглядно иметь контакт на сайте и уже решать, что мы будем отображать, что скрывать. Пока что я предлагаю это пропустить. А ниже ссылки здесь вы можете также добавить заголовок ссылки А, потом добавить саму ссылку. И тут вот несколько вариантов. Несколько ссылок можно добавить. Тоже это просто вывод дополнительных ссылок, если нужно, в этот контакт. Пока я ничего здесь не добавляю. Дальше форма. Здесь, думаю, из описания понятно, что можно выбрать. Давайте пока ничего не будем здесь выбирать. Ниже также поле есть. Вы можете добавить URL. Человек, когда отправит форму с вашего сайта, вам, например, через контакт и какое-то сообщение, то его может автоматически перенаправить на заготовленную вами страницу. Например, спасибо за то, что там связали с нами и любую другую страницу. Отдельно подготовить можете, потом здесь просто ссылку добавить. Публикация. Ну, здесь мы ничего не делаем. А вот здесь description для поисковиков. Можете добавить информацию о себе. То есть контакты тоже могут индексироваться в поисковиках. А это важно на самом деле. Здесь в контактах рекомендую телефон и мейл. Там имя, адрес вашего офиса и так далее. Если это важно, сюда в description добавляем. В остальном сохранить можно и закрыть. Для того, чтобы в полной мере просмотреть возможности пунктов меню, связанные с контактами, давайте вернемся в категории. Я создам еще одну категорию для сотрудников. Назову сотрудники, сохранить, закрыть. Перехожу в контакты. Создать. И добавляю тестового пользователя. Здесь обязательно он у меня должен быть добавлен. Изображение. Ну, изображение пускай будет просто мой логотип. Заполняем поля. И смотрите, мейл. Я считаю, вот здесь нужно обязательно добавить. Насколько я помню, не знаю, в четвертой джумле, в третьей был момент, что письма с сайта не приходили на почту с этого контакта. Здесь мейл обязательно должен быть привязан к домену. Вот этот пример моего мейла, неправильного мейла. Но об этом уже много я говорил. То есть, вот такой мейл, обычный собакамейл.ру или Яндекс или Gmail.com, скорее всего, не придут к вам письма. Здесь нужна специальная почта. Поэтому обратите на это внимание. Либо на хостинге почту создаете, либо почту для бизнеса создаете. И сюда надо подвязать. Иначе вы просто не увидите никаких контактов. К вам не придут сообщения с сайтом. С тем нельзя оставлять, я считаю. По-моему, это здесь находится мейл-поле. Не просто отображение на странице контакта. По-моему, здесь как раз-таки нужно оно. Но мы сейчас дойдем до этого. На самом деле, вот эти вот контакты, я не знаю, как это в Gmail 4 сейчас будет смотреться. Вот выглядит все достаточно убого. Хоть изобилие полей тут, все тут вроде есть. Но мне кажется, мало кто пользуется вот этими контактами. Обычно прибегают все к каким-то прикольным формам. То есть, устанавливают на Gmail дополнительные там компоненты, плагины, современные вот эти моменты. Здесь ни слова нет. Добавить ссылку в Viber, WhatsApp, вот это все современные мессенджеры, Telegram. Все здесь нужно. Да, здесь есть у нас добавление ссылок. Вот это вот сюда, наверное, можно будет добавить. Но мне кажется, это все равно немножко не то. В общем, здесь уже на свое усмотрение. Но никогда в жизни на своих сайтах я не пользовался контактами, которые встроены в Gmail. Не знаю, чем думают разработчики, но у меня такое ощущение, что они прям уже вот прям на нормальный такой срок отстают вот от современных тенденций. Движемся дальше. Смотрите, категорию мы создали сотрудники. Выбираю здесь ее. И в принципе все. Сохранить, закрыть. Итак, два контакта добавили. Теперь с этим мы можем работать. Выведем это на сайт. Перейдем с вами меню. Майн меню. Создать. Можете пункт меню как хотите назвать. Я назову контакты. Тип пункта меню. И давайте вот как раз таки разбирать. Разворачиваем список контактов. И сверху вниз начнем. Избранные контакты. Давайте выбираем. Здесь дополнительные поля у нас не появляются. Те поля, которые у нас по дефолту идут и к другим типам пунктов меню, как в прошлом видео с материалами. Например, окно браузера, стиль шаблона. Здесь то, что уже разобрали, я не буду этих полей касаться. То есть сразу буду двигаться дальше. Смотрите, просто мои уроки последовательные. У вас вопросов не будет возникать. Здесь майн меню оставляем. Опубликовано. Можем сохранить. Следующая вкладка список. Здесь на самом деле тоже то, что показать хотите в контактах, а что скрыть. Либо для страницы контактов мы настраиваем конкретно для нее. Если у нас несколько пунктов меню будет выводиться на сайт, то мы можем либо глобально для всех настроить. Один и тот же вывод. Например, скрываем телефон. Либо только для этого контакта можно скрыть. Но опять же, видите, эта информация уже была у нас. Аналогично здесь. Дальше форма. Здесь тоже самое. Теги показать, скрыть. Контактная информация показать, скрыть. Мы сейчас до этого дойдем. Тоже заголовок ссылки. Можно здесь повесить. Конкретно что-то будем настраивать. Смотреть. Сейчас мы должны увидеть сначала контакт, как он выглядит. Дальше почта. Здесь тоже. Оставляем пока по умолчанию. Вернемся сюда, когда уже будем видеть контакт. Атрибуты ссылки. Опять же, это все разбирали аналогично, как в прошлом видео, только для контактов. Поэтому здесь я не останавливаюсь. Здесь страница тоже. Метод данной. Обязательно заполняем description для поисковиков, для страницы контактов. И, в принципе, здесь все. Мы сейчас, скорее всего, не увидим, потому что мы избранные контакты с вами не создавали. Пункт меню мы создали. Если я перейду, нет контактов для отображения, чтобы вы понимали. Смотрите, это избранные контакты. Поэтому мы возвращаемся к компоненты, контакты. Заходим в контакты. Вот видите, у нас эта колонка избранная. Ничего не выбрано. Вот я себя, например, выбираю. И давайте сразу и Васю выберем. Вот в избранные добавили. То есть, если вам нужно как-то вывести только избранные контакты, то вот два контакта вывелось в избранные. Вывелось вот таким вот списком. Соответственно, информация не вся показана. Если мы перейдем в контакт, именно в полный контакт мы сейчас с вами перешли, то мы с вами видим всю информацию, которую я только что вместе с вами прописал. Имя, должность. То есть, вот так это все выглядит у нас. Телефон, ссылка. И вот она форма. Форма обратной связи. Дополнительная информация снизу. Это описание. Меня зовут Федор Васильев, который мы заполняли с вами. И стандартная форма. Имя, email, тема, сообщение. Все поля обязательны для заполнения. И человек может отсюда с вами связаться. Телефон, если что, он ваш тоже может здесь увидеть. Также в ссылке можно добавить информацию типа Viber, WhatsApp, вот такие все вещи. То же самое заместитель. Наемный сотрудник. Вот, все информация. Чуть меньше информации здесь я добавил. Все выскакивает у нас. Давайте рассмотрим следующий момент отображения. Перейдем в меню. Опять раскрою контакты. Выбрать контакты. Рассмотрим категории. Отображение списка категорий контактов. Если выбираем, то же самое. Либо корень сразу отображает все категории, либо администратор, либо сотрудники. Ну, в данном случае все должны быть здесь, я думаю, контакты. Поэтому я оставляю корень. Все остальное. Категории, альтернативное описание. Отображать описание категории высшего уровня. Сейчас мы с вами пробежимся по настройкам. И выберем, что мы хотим отображать, а что нет. Все остальные пункты, понятное дело, здесь у нас вкладки. Мы не останавливаемся здесь. Здесь все то же самое. Давайте обновим страницу контактов. Естественно, меняется вид, дизайн другой. Очень похоже, как мы выводили категории материалов на сайте. Администраторы, сотрудники и количество контактов внутри. Ну, в общем, некрасивая эта страница. Естественно, вот это отображение можно поменять, чтобы это выглядело по-другому. Я думаю, сейчас мы с вами посмотрим. Вот так это выглядит. То есть человеку приходится провалиться сначала в контакты администраторов. Здесь же могут быть несколько администраторов контактов. Правильно? Мы добавили просто один. И уже здесь он смотрит. Сразу же давайте в пунктах меню сразу рассмотрим. Контакт. Отображение. Одного контакта. То есть здесь у нас появляется поля ниже меняются. Либо отсюда мы можем быстро добавить контакт, если мы еще не создали. Либо выбрать какой-то один контакт. Возможно, вы вывели отдельную страницу для контактов администратора. Сохранить. Остальные вкладки не смотрим. Все то же самое. Обновляем контакт. Вот смотрите. В этом случае я считаю максимально лучшей информацией. Дело в том, что не надо проваливаться так глубоко. Здесь просто я нажимаю на контакт. Вот давайте наглядно. Главная страница. Нажимаю на контакт. И информация сразу вся. Раскрыта форма. И все видно. Да? Сразу человек пишет. Вот я думаю, в наше время нужно максимально вот так делать. Если вы в таком виде хотите информацию, где много там текста будет какого-то, какие-то данные от обратить, можно использовать этот контакт. Но нужно, конечно, тут все сделать. Добавить ссылки в WhatsApp, Viber, Telegram, самые важные для вас мессенджеры, где там можно переписываться с вами, телефоны. И отображать лучше, я считаю, вот так. Возвращаемся. Тип пункта меню. Это был контакт. Теперь контакты. Меняется у нас страница категории. Также отсюда создаем категорию контакта сначала, если не создали. Или выбираем. Опять же, одну только категорию можно выбрать. Но в категории в одной у вас же может быть несколько контактов, несколько администраторов. Выбрали. Здесь тоже. Все это отображение. Да, нет, показать нет для конкретной страницы. Поэтому пока не смотрим на это. Обновим страницу. Здесь вот, опять же, будет список контактов. И человек уже здесь выберет, к какому контакту обратиться. Все то же самое. Возвращаемся на страницу. Выбрать. Контакты. И здесь у нас последний пункт. Создать контакт. Давайте посмотрим, что это такое. Здесь тоже информация. Вкладок здесь у нас меньше становится. Давайте сохранимся. Обновим сайт. У вас нет доступа к элементу. Пожалуйста, обратитесь к администратору сайта. Ну, давайте зайдем на сайт как тестовый пользователь. Я зашел на сайт, и у меня появляется вот такая вот формочка. Создать контакт. То есть вы, по идее, с этой формы отправляете информацию. Имя, изображение, должность. Вот эти поля, которые тоже можно отключать, я думаю, включать. Дополнительная информация, публикация. Все то же самое, что мы делали с админской части сайта. Все то же самое. Человек какой-то может как бы подать свой контакт к вам на сайт. И эта информация будет в админке. Скорее всего, на почту администратору сайта придет. И вы уже этот контакт опубликуете. Да, нет. Вот так это, скорее всего, будет работать. Никогда не пользовался этим вообще на сайте. Сейчас впервые сам смотрю вот этот тип пункта меню, чтобы кто-то там контакт отправлял. Ну, не знаю. Может быть, кому-то будет полезно. Теперь давайте рассмотрим дополнительные настройки глобально для всех контактов. Я сначала зайду в свой контакт, например, по поводу ссылок. Вкладка отображения. Здесь не очень удачный вариант. Но вот я добавил, например, ссылка. Заголовок в WhatsApp звонок бесплатный. Но здесь нужно специально создать ссылку. Вот для WhatsApp это вот такая ссылка рабочая. Как это выглядит у меня. И просто свой номер телефона подписал. Сейчас вам покажу, как это работает. Для Viber, для Telegram. Это надо заходить на Viber, на Telegram. Скорее всего, там у них... Они дают какие-то специальные ссылки, чтобы вот... Потому что здесь по-другому, вот именно в поле, никак не вставить. Но для WhatsApp это более-менее нормально смотрится. Смотрите, вот здесь вы прописываете все ссылки. То есть вот эта ссылка, вот этот заголовок к ней. То есть вот этот заголовок будет как бы кликабельным. Ниже, если еще будут ссылки, можете добавить. Если мы их добавляем, по умолчанию ссылки у нас скрыты. Сохранить, закрыть. И рассмотрим как раз глобальные настройки для всех контактов. Находясь здесь на контактах, вот здесь будет кнопка настройки. Переходим сюда. Здесь есть о чем поговорить. Достаточно много настроек. Но раз мы стали говорить сразу про ссылки, на вкладке контакты в самый низ дополнительные ссылки вот надо включить. Тогда будут отображаться. Здесь не обязательно прописывать, если вы ссылки заполняете в самом контакте. Обязательно именно включить надо и нажать сохранить. После этого я захожу в контакты, но ссылки отображаются, видите где ссылки? Внизу неудобно. Поэтому надо как-то добавить вот сюда, в WhatsApp ссылку. Вот этот текст ссылки. Смотрите, проверяем на работоспособность. Кликаю. Открывается мессенджер. Просто у меня на компьютере установлен WhatsApp мессенджер. Вы видите, открывается мой реальный контакт. Вот это я, чтобы человек сразу мог мне написать в WhatsApp. Также с телефона он может зайти или позвонить. И давайте смотреть контакт, настройки. Ну здесь все понятно. Можете что-то скрывать, что-то показать. Вы помните, мы добавляли с вами email. Email специально скрыт, потому что, чтобы через форму отправляли вам. Email можем показать. И email сделать как ссылка. Просто вам показывают, как это работает. Смотрите, это будет глобально для всех контактов. Вот вы видите, email здесь показывается и является ссылкой. Значит, я могу кликнуть и меня перебросить сразу писать этому человеку. Поэтому дальше просто вы решаете, что показать, что скрыть. Город, индекс. Можете просто не выводить эти данные, чтобы потом не скрывать. Изображение. Скрыть. Давайте посмотрим, о каком изображении идет речь. Скрывается наше изображение. Но я так полагаю, если изображение есть, то можем здесь по умолчанию назначить изображение. Получается, для всех контактов. Также включая визитная карточка, ВКарт. У вас появляется дополнительная ссылка «Скачать информацию». В специальном файле, то есть ваш контакт, можно скачать на компьютер информацию о вашем контакте. Вот интересно. Смотрите, если ваш пользователь, контакт вашего пользователя, плюс еще добавляет статьи на сайт, материалы пользователя можно включить. Если показать, то количество материалов можно выбрать. Профиль пользователя показать, скрыть, сохранить. Тогда внизу у вас появится такой блок материалы и статьи. Ссылки на статьи опубликованы на сайте ведущей на полной статьи. То есть здесь у нас уже идет некая интеграция внутри самой Joomla. Причем интеграция есть и вот здесь вот информация, вывод об авторе. Помните, мы с вами решали ранее, выводить ли вот эту строчку автор и можно делать ее кликабельно или нет. Вот как раз здесь это работает. Человек, смотря статьи, может увидеть автор этой статьи и ник автора будет кликабельным. Если я отсюда кликну, меня перебрасывает, видите, на развернутый контакт этого человека. То есть когда вы контакт добавите, у вас тут идет взаимная интеграция внутри самой Joomla. Следующая вкладка «Настройка иконки». Здесь вот все понятно написано, что это может быть переопределено либо на странице контакта, либо в самом контакте. Но так как я сказал, лучше глобально настроить. Здесь можно что сделать? Тип полей. Иконка. У нас подставляются иконки автоматически напротив полей. Вы это видите. Здесь можете загрузить собственные иконки. Но если будете готовить какие-то иконки, желательно, чтобы они были в формате SVG. С компьютера загружаете сначала сюда, выбираете. Ну, давайте проверим вот одну из иконок. Иконка адреса. Сохранить. Обновляю сайт. Действительно меняется. Вот она, видите, моя иконочка появилась. Итак, иконки можно менять для разных тут элементов. Также можно выбрать либо текст, иконок не будет, либо вообще нет, если не хотите иконки отображать. Да, но по дефолту иконки будут выводиться, которые выводятся. Даже несмотря на то, что здесь стоит нет. Дальше категория. Смотрите, заголовок категории. Вот если выводим такого плана, вот заголовок категории. Здесь выводится. Если я зайду в контакт, здесь его, естественно, нет. Здесь можно просто решать, что отображать, что нет. Заголовок, смотрите, если скроем. Смотрите, вот это сейчас у нас исчезнет. Обновляем. Все. То есть, переходя на контакт, если не надо, эта информация отображать. Но это просто заголовок категории. Он как бы не нужен, я думаю. Далее просто уже, я думаю, понятно. Вы решаете, что отображать именно на странице категории контактов. Дальше уже идут категории. То есть, была только одна категория, а здесь категории. Описание тоже категории, показать нет. Уровень, описание, пустые категории. Здесь, думаю, все понятно. Фильтр. Если включаем, появляется поиск по контактам. Если много, вот это у нас же список отображений списка. Если выводим контакты таким образом, то можно здесь что-то менять. Поиск контактов. Дальше заголовки столбцов. И тут разная информация скрывается. Давайте посмотрим. Верхний уровень заголовков мы спрятали. И можно более компактно отображать список контактов. Переходим дальше. Форма. Форма, это на самом деле имеется в виду отображение вот этой части. Вот этой формы с полями, где человек может заполнить поля. Вы можете вообще скрыть форму. И тогда контакт будет выводиться. Но вы видите, нету формы для заполнения. Просто информации. Если вам достаточно просто телефона и указать email, то можно вообще не выводить форму. Также можно добавить капчу. Опять же, это включается дополнительным плагином в джумле. Когда будем проходить плагины, обязательно этого коснемся. Когда плагин будет готов, настроен, можно будет здесь выбрать. То есть капча, чтобы при отправлении формы не было спама на вашу форму, на ваши контакты. Дальше другие элементы. Можно ввести адреса email, которые запрещены для использования. Блокировка тем. Получается, у нас же есть поле тема. Вот сюда тоже можно ограничить. Если есть что ограничить. Внизу есть описание, как этим пользоваться. Блокировать текст. Проверять версию. Пользовательский ответ. И URL перенаправление можно добавить после отправки формы. Автоматически, чтобы человек перенаправлял на заготовленный URL. Далее интеграция. RSS мы еще не проходили, но я бы у себя такой скрыл. Удалить ID из URL. Уже это объяснял. Оставляем. Настраиваемые поля. Здесь тоже можно добавить поля произвольные, о которых мы уже говорили ранее. Если в контактах не будете их использовать, можете, в принципе, их отключить. Ну и права доступа. Мы с вами вроде как рассмотрели в полном объеме контакты на Joomla 4. Но здесь еще есть поля, группа полей. Дело в том, что группа полей у нас встречается при создании пользователя на сайт, регистрация. Там можно добавить поля. При создании статей, создании полей, мы это рассмотрели. Поля там абсолютно идентичные. И вот еще поля можно добавить в контакты. Давайте на примере одного поля все-таки посмотрим, как это здесь работает. Но подробно не буду останавливаться, так как я уже, в принципе, о полях рассказал. И работа их здесь аналогична. Ничего нового там нет. Если хотите создать группу полей, создаете группу полей. Или можете сразу перейти поле и приступить к созданию поля. Заголовок поля я сделаю. Сделайте выбор. Тип. Вот здесь вот самое интересное, да, по идее, что мы выбираем. И давайте выберем флажки Checkbox. Чтобы был какой-то выбор в форме контактов. И для флажков здесь надо добавить вариации. Пускай это будет Joomla. Обязательно прописать нужно значение. Можно просто даже продублировать сюда Joomla. По плюсу я добавлю еще вариант. Итак, вариантов можете добавить сколько здесь угодно вам. Сохранить. Далее вы заходите в контакты. Открываете любой контакт. И здесь уже появится у вас дополнительные поля. Вот то, что мы добавили. Сделайте выбор. Например, вот два варианта. И теперь на сайте просто будет написано сделайте выбор. То есть это не при отправке формы мы добавляем здесь дополнительные поля. Это информация, которую надо вывести здесь. Но это хорошо, то что здесь как раз таки и можно попробовать вывести номер WhatsApp, чтобы он выводился именно наверху, а не где-то внизу, как вот здесь мы ссылки выводили. Также сюда можно добавить Telegram, Viber, еще что-то. Вот информация важная, которая нужна, вот можно здесь. Единственное только поле не чекбокс выводить. Когда вы создаете новое поле, в типах, здесь есть URL. Если URL можете на номер телефона получить, как я вам показывал в WhatsApp, то можно попробовать добавить полями, вывести такие данные, как номер WhatsApp, Viber, Telegram и подобного рода ссылки, мессенджеры. И вот смотрите, какую красоту мне удалось сделать за счет полей. Вверху отображение гиперссылок, WhatsApp, Viber, вот я вывел. Можете вывести там другие варианты связи. Смотрите, кликая на WhatsApp, открыть, реально открывается мой именно мессенджер, куда мне могут написать. Также с телефона могут зайти, пальцем кликнуть и откроется ссылка. Как я это реализовал, здесь есть несколько моментов, которые нужно объяснить. Вы заходите в компоненты, контакты, поля. Я создал два поля. Тип TextArial я выбрал. И смотрите, если вы будете вставлять вот таким вот способом, это ссылка, как она выглядит в коде, скажем, для WhatsApp. То есть, как пишет она, а, title, прописывается WhatsApp, потом href, идет специальная ссылка с вашим номером телефона и название WhatsApp и закрывающийся тег а. Joomla будет резать код, который небезопасный, когда вы уже будете добавлять такую ссылку уже на странице контакта. Поэтому, если вы таким же образом будете выводить, в принципе, оно нормально так смотрится, нормально все работает, не забудьте в этом поле внизу, вот здесь фильтр, выбрать, как у меня, безопасная HTML. У вас будет стоять по умолчанию, и код будет резаться при сохранении вот этого кода. Поэтому безопасно HTML сохранить. Далее, таким же образом я создал для Viber. Ну и все. И как это выглядит дальше? Компоненты, контакты, контакты. Захожу к себе. Вот он, редактировать контакт. Вот здесь вот видите, появляется. Добавьте мессенджеры. Вот они поля. И здесь можно вывести, сколько вам нужно полей для добавления в этот контакт. Вот он, код для WhatsApp и для Viber здесь добавил. Все. И при сохранении вот именно здесь режется код, если вы это не сделаете. Вот остается только слово Viber здесь. Обрезает все Joomla. Это безопасность Joomla. Но вы говорите, Joomla, что здесь можно вставлять ссылки. Тогда они будут вставляться. Сохранить все. И тогда смотрится все хорошо. Также, если вы выводите, перейдя на ссылку контакты вот так вот списком. Видите, как прикольно здесь подставляется Viber WhatsApp. Прямо жирненьким подсвечивается. То есть, прямо отсюда можно не заходить, не проваливаться внутрь контакта. Отсюда кликнуть по мессенджерам. То есть, как они здесь, так и там. Теперь сразу вот контакты, если вы вывели. Вот здесь вот слово, чтобы вы не искали вдруг. Как отключить, чтобы оно здесь не выводилось. Потому что оно выводится. И здесь тоже. Вот здесь надо прям вообще убрать это все. Здесь вы заходите в меню. Mind menu. Мы, кстати, уже с вами об этом говорили, когда разбирали пункт «Главное». Здесь вы переходите на вкладку «Страница». Заголовок. Либо вы меняете его на другой, либо вы его скрываете. Если там информация вообще не нужна. Обновляюсь. Все. Сразу идет здесь Федор Васильев. На странице «Контакты» тоже это слово не выводится. Это главный тайтл по сути данной страницы. Если он не нужен, вот можно его тоже скрыть. На этом урок закончен. Страница «Контакты» Страница «Контакты» Страница «Контакты»